Значит, мальчик 10 лет, ДЦП с рождения, голову не держит, есть самостоятельно, не может, не говорит. Что такое рот? Рот все время открыт. А, рот все время открыт. Так, живет на Украине. Как с вами можно связаться, чтобы конкретно посмотреть мальчика? В общем, все объездили уже, всю Украину, в Трусковце, везде. Они сейчас уже говорят, что только может помочь массаж, но это ничего не помогает. Значит, вот давайте начнем, вот ему 10 лет. Смотрите, пишите, вот с чего он должен начать, пока он встретится с Светланой Аркадьевной. Потому что Светлана Аркадьевна, ну, была такая очень интересная ситуация. Я помогла умирающему монаху. Этот монах с 17 лет ушел в монастырь, вот 7 лет он уже в монашестве. И так случилась с ним беда по воле моих коллег. Потому что удалили неправильно миндалины, занесли инфекцию в головной мозг, и он просто умирал. Поэтому Светлана Аркадьевна очень часто выезжает на Украину, потому что я продолжаю помогать там больным людям. Вот, поэтому на Украине я бываю в районе Черновцов и Ивана Франковска. Вот, теперь, чтобы, пока он со Светланой Аркадьевной доедет в следующий мой приезд на Украину в тот монастырь, или пока он доедет, да, он должен что начать принимать? Он должен, поскольку ему 10 лет, ему нужно начать давать реликту, ему нужно давать лор, ему нужно давать визу, ему нужно давать салютом, ему нужно давать селен, ангел, это все сразу, никаких там, ну, поочередно. И дать ему, значит, церубром нейроны один раз, и церубром мелатонина один раз. Вот, потому что и очень важно, очень важно ему дать гепарнефро и селезенку. Без этих органов мы, у него там, как у всех наших деток, печень и почки. У него еще там запоры, соответственно. Да, вот реликтум поможет, я сказала, реликтум, салютом, ангел, селен, вот, но органоспецифичные пойдут обязательно печень, почки и селезенка, это обязательно. Вот, почему лор? Потому что, вы знаете, вот смотрите, вот, вы не представляете, какие красивые личики делаются у детей, когда мы решаем проблему, вот, вот, вот все это открытый рот, слюнотечение, это все проблема разбалансировка между желудком и селезенкой, да? Это все, это все понятно, но поймите, поэтому вот надо начать вот с этого, да? Начинайте вот в третьей, в третьей вот части дозировки от взрослого, вот это надо начать. Если родители малоимущие, если... Хорошо, тогда я имею в виду в плане, смогут ли они купить сразу вот этот пакет продуктов, да, вот, поэтому пусть они, значит, вот все это начинают давать, вот, и таким вот образом, я думаю, что все пойдет. Вот, а потом мы договоримся, когда, я планирую в июне быть снова на Украине, но вы потом останетесь, я вам скажу, где что. Да, один раз в день, да. Ну, потихоньку, потому что, знаете, иногда вот, понимаете, вот здесь передозировки не может быть вообще-то, по большому счету. Вот, но все-таки, вот я привержен с таких, знаете, щадящего такого пути, да? Вот если работают меньшие дозировки, зачем давать большие? Мы по этому поводу шестой стадии заперем. Это всегда говорим об этом, обязательно. Это тоже будет какие-то права. Начинаете с молодого. Начинаете всегда. Да, вы знаете, но вы говорите о шестой стадии терминальной, или пятой, шестой. Вы знаете, это все зависит от вашего возраста и от проблем, которые есть, да? То есть, если, например, это уже стадия ближе к умиранию, да, то, как говорится, здесь надо очень много всего. Тут так много, и такие дозировки большие надо, потому что здесь уже надо спасать. Больше тех, которые указаны? Почему можно? Можно, можно, можно. Можно, да, конечно. А под старость, сколько больше можно? Если там онкология, можно, вы знаете, можно. Тем более, да. Да, все можно, просто нужно смотреть, и в том плане еще какую вы систему сложите, да, но вообще все можно. Тем более, Любовь Викторовна, честно говоря, это настолько гениальная женщина. Вы просто вот, я не знаю, вот это надо ее слушать, слушать и учиться, и учиться, и учиться. И не бояться ничего идти вперед. Так, моему внуку 9,5 лет. Диагноз атипичный аутизм, умеренная умственная отсталость. Он почти не говорит, может повторять. Поведение бывает проблемным. Родители прикладывают максимум усилий обследованию в различных институтах. Прогноз Санкт-Петербург. Ипотерапия, дельфинотерапия, занятия со специалистами, занятия в спецшколе. Пожалуйста, подскажите, какие лекарства нужно принимать внуку, как можно получить от вас консультации? Да, лекарства назвала, это препараты, наши препараты, да? Ну, я поняла, я поняла, поняла. Ну, смотрите, 9,5 лет, да? Значит, практически вы уже купили какие-то наши препараты, да? Нет, еще мы не купили. А, вы еще не купили. Сегодня, сегодня, действительно, очень хорошо. Значит, смотрите, какая ситуация. Значит, вот все, тот сценарий, как вот на 10 лет, я вам сказала, да? То есть, абсолютно два возрастных ребенка. Значит, начинаете реликтум, начинаете салютом, селен, ангел, церубром нейроны, церубром мелатонин. И очень важно это, значит, дать ему почки, печень и тимус, то есть тимон-1. Вот, то есть, с этого нужно начать, с этого нужно начать, да? Вот, но то, что он занимается везде, это очень хорошо. Единственное, что, вот тоже вам скажу, вот у меня когда родители начинают, да, я говорю, знаете, не тратьте пока денег. Понимаете, лучше вот эти деньги затратить на то, что внутрь. Потому что очень часто вот люди въездят в центры, например, даже вот прогноз, я тоже много наслышана там, да? Вот, и вот, например, у меня там недавно девочка, вот тоже вот, кстати, про ту же девочку, которая с аутизмом, да? Вот, мы достигли сейчас очень уникальных результатов. Девочка практически стала обучаема, да? Да, то есть, она уже раскладывает и мозаику, и она знает части тела, она знает природу, она знает, что в магазине покупать. То есть, настолько прогресс пошел, что она уже начала произносить определенные там ба-ма, какие-то звуки. Она кулинария, то есть, ну, результаты просто вот, там, ну, там типичный аутизм, кстати, но просто потрясающие результаты. И вот они мне говорят, Светлана Аркадьевна, вот, может, мы сейчас уже в какой-нибудь специализированный центр поедем, и поймите, что у нас нету такой системы, например, как создано в Швеции, например, там, в Германии, когда там, ну, можно действительно вот в этом, в социуме коллективе прокручивать таких детей. У нас, к сожалению, нет. У нас больше рассчитано на детей более, которые уже как бы реабилитированы и могут что-то делать, да, в этом коллективе. Поэтому я говорю, знаете, я вот сейчас, например, против. Вот вы как мама, вот она просто умничка, вот у меня две мамы есть, которые вот и в Белоруссии, и здесь вот, которые очень хорошо занимаются своими детьми. И им уже как даже педагоги вот на начальном этапе не нужны. Поэтому лучше затратьте вот эти деньги на то, что внутрь, на то, что ребенку даст действительно развитие. Подпитайте его, создайте его определенные его поведенческие реакции уже, создайте его гармонизацию в организме. И тогда уже можно будет что-то дальше подключать. Конечно, там, вот смотрите, всем нашим детям нужна музыкотерапия, это Моцарт, это бесподобно работает, да. А всем нашим детям нужна фортепиано, это бесподобно работает, понимаете. Я же говорю, когда садила свою дочь за фортепиано, вот такие были руки, и вот один палец нужно было достать, чтобы по клавиши ударить. Она дико кричала. У меня даже есть диск, вот когда записи, вот как немцы детей в музыкотерапии. Вот приходит ребенок аутичный, там, ДЦП, там, ну, разные там диагнозы. Он, когда слышит звуки фортепиано, он кричит, он пугается. И потом через каких-то 2-3 занятия он замирает, он начинает слушать, он начинает слушать музыку. Поэтому не надо бояться, что там вот ребенок кричит, да он прокричит там немного, потом все становится. Поэтому результаты просто фантастические. Через музыкотерапию результаты получает.